В далёком 1974 году стартовал показ юмористического сериала под названием «Яролаш». Отцом-создателем киножурнала является Борис Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом. Я надеюсь, каждый из вас видел хотя бы один раз выпуск «Яролаша». Лично мне больше всего нравятся более поздние выпуски, снятые в эпоху Советского Союза. И сегодня на канале мы расскажем вам, как сложилась судьба самых популярных актёров киножурнала. Ольга Кузьмина Ольга Кузьмина, как и многие другие актёры «Яролаша», попала туда ещё в школьном возрасте. Ей так понравилось сниматься, что, закончив школу, она сразу определилась, куда будет поступать. Выбор пал на ГИТИС. Ольга снялась во многих популярных сериалах и фильмах, сейчас на её счету уже 74 сыгранных роли. Это очень большой показатель для её возраста. А огромную популярность и любовь зрителей ей принёс сериал «Кухня». Сейчас Кузьмина очень востребована как актриса. Но кроме этого, красавица также успевает играть в Театре Луны и воспитывать сына Гордея. Ещё будучи студенткой, Ольга вышла замуж за обычного парня Алексея Терещенко, который работает в ОМОНе. После 14 лет совместной жизни пара решила развестись. Сейчас актриса скрывает свою личную жизнь и не показывает своего избранника. А может, его и нет ещё. На сегодняшний день ей 35 лет. Антон Колесников Антон Колесников – очень запоминающийся актёр, благодаря своей внешности и большим глазам. На сегодняшний день ему уже 39 лет, а такое ощущение, что ему до сих пор 18. Да, появились морщины, но всё равно выглядит как подросток. В кино Антон по-прежнему снимается, но не так часто. Так, в этом году он появится в фильме «Гардемарины 1787. Мир». А основным местом работы актёр считает театр имени Ермоловой. Кроме этого, его голосом говорят множество героев мультфильмов и зарубежных актёров. Он является мастером озвучки. Во всех источниках утверждается, что Антон живёт с девушкой Юлией Зориной. Что же касается свадьбы, то тут всё тихо. Детей у пары тоже ещё нет. Юлия Волкова Юлия Волкова также в юности играла в «Яралаше». Но мы знаем её прежде всего как певицу из группы «Тату». Будучи ещё совсем ребёнком, Юлия в 9 лет начала посещать вокально-инструментальный ансамбль «Непоседы». Именно оттуда вышли многие звёзды и стали впоследствии знаменитыми. Сейчас Волкову практически не узнать. Она сделала не одну пластическую операцию и кардинально стала другой. В личной жизни всё тоже не так просто. У неё был не один роман. В 19 лет у неё был роман с её телохранителем Павлом Сидоровым, от которого она родила дочку Викторию. В 2007 году Юлия вышла замуж за бизнесмена Есинова и родила ему сына Самира. Потом последовали ещё несколько романов, а в 2018 году она рассказала, что вышла замуж, но имя избранника тщательно скрывает. Сейчас девушка иногда выходит на сцену, всё из-за того, что у неё проблемы со связками. А вот в кино в последнее время она начала часто сниматься. В основном это сериалы и роли эпизодические. На её счету уже 41 сыгранная роль. На сегодняшний день ей 38 лет. Анна Цуканова-Котт Анна Цуканова-Котт снялась аж в 17 сюжетах киножурнала. После детского садика юная актриса пошла учиться в специализированную театральную школу в Москве. Там её и заприметил Борис Грачевский. Анна не отказалась от предложения в съёмках и, таким образом, в 7 лет начала свою актёрскую биографию. А повзрослев, начала сниматься и в художественных фильмах. Большую популярность принесла ей роль в сериале «80-е» на телеканале СТС. Сейчас на счету актрисы уже 75 сыгранных ролей в различных проектах. Кроме этого, Анна работала также ведущей на ТВ в программе «Наш любимые животные» и «Формула еды». Ещё она запустила собственный проект «Киноеда», специализирующийся на доставке еды. Актриса замужем за режиссёром Александром Коттом, который на 16 лет старше её. В этом браке у них родились сын Михаил и дочка Лея. Анна активно ведёт соцсети, где выкладывает фото с детьми и рабочие процессы на съёмках новых проектов. На сегодняшний день ей 33 года. Александр Головин Александр Головин – один из многих, кто начал свою актёрскую карьеру не с Яралаша, а именно с фильмов. Его совсем ещё ребёнком заприметил преподаватель по актёрскому мастерству Андрей Белкин в школе моделей Славы Зайцева. Именно он сразу увидел талант у Головина. Одной из самых важных ролей Головина считается роль в фильме «Сволочи». Эта картина принесла огромную популярность актёру, множество наград и премий. Сейчас Саша больше снимается в комедийных картинах. Он засветился в сериале «Папины дочки. Правила угона» и сыграл в фильмах «Ёлки. 12 месяцев. ЧБ», а также главную роль в фильме «Женщины против мужчин», где его партнёршей стала Наталья Рудова. Всего на его счету уже около 60 сыгранных ролей в различных проектах. Что касается личной жизни, то Саша старается держать всё в тайне. Однако оказалось, что у него есть внебрачная дочь Оливия от Светланы Белогуровой. Когда Саша узнал о беременности Светы, то отказался от ребёнка и от отношений с ней. Однако алименты актёр платит. Александр сейчас встречается с актрисой Александрой Поповой. В этом 2023 году актёр появится в фильмах «Позывной журавлик» и «Гид» и «Большие соблазны». На сегодняшний день ему 34 года. Анастасия Сиваева Анастасия Сиваева в 10-летнем возрасте начала сниматься в телепередаче «Улица Сезам». Её талант заметили и пригласили на съёмки Яралаша. От этого предложения она не смогла отказаться. Анастасия Сиваева в последние несколько лет не появляется на телеэкранах и не посещает светские мероприятия. Лишь изредка делится личными кадрами в соцсетях. В 2019 году она озвучила одного из персонажей в мультфильме «Шахерезада. Нерассказанные истории», а в 2020 появилась в эпизоде сериала «Горюнов 2». Она изредка выкладывает фотографии в личном блоге, на которых можно увидеть кадры из фотосессий или путешествий. О личной жизни звезды тоже нет никакой информации. Она ведёт закрытый образ жизни и не делится подробностями. В этом году актриса занята съёмками в сериале «Папины дочки. Новые». Да, скоро выйдет продолжение популярного сериала. Главными героями станут уже их дети. На сегодняшний день актрисе 31 год. Максим Сидоров Максим Сидоров прославился ролью в выпуске Яралаша под названием «Серёга, выходи». После этого он сыграл ещё в пяти выпусках. Также на его счету шесть небольших ролей в кино. Повзрослев, актёр окончил институт бизнеса и политики и издательско-полиграфический техникум. Сейчас работает менеджером. По словам Сидоровой, ему до сих пор кричат незнакомые прохожие «Серёга, выходи!», на что он долгое время автоматически отвечал словами из Яралаша «Сейчас, только переоденусь». Актёру сейчас уже 50 лет. Павел Степанов Колоритные образы, созданные Пашей Степановым в 70-е и 80-е годы, надолго запомнились телезрителям. Талантливо сыгранные роли принесли небывалую популярность и узнаваемость актёру. Неудивительно, что сотрудничество Павла Степанова с Яралашем продлилось более 30 лет. Кроме Яралаш зрители могли видеть Павла в сериалах «Дальнобойщики. Спасти и выжить» в фильме «Люди и тени 2». Творческая биография актёра не маленькая, более 30 ролей. Все они эпизодические, но яркие и запоминающиеся. Сейчас актёр проживает в Москве и уже более 20 лет работает мастером по сервисному обслуживанию радиотехники в президент-отеле. Павел женат и имеет уже совсем взрослую дочь. Актёру приятно, что люди узнают его на улице, подходят, берут автограф, благодарят за сыгранные роли. На сегодняшний день Павлу 59 лет. Юлия Михайлина. Актриса Юлия Михайлина запомнилась зрителям киножурнала Яралаш тем, что отлично сыграла колоритную девочку-подростка в таких известных выпусках, как «Гвоздь программы» и что написано пером в 2000-х годах. Актриса не настолько популярна, как другие актёры в нашем выпуске, но мы всё-таки решили вам рассказать о её судьбе, так как вы не поверите, как изменилась её внешность. Несмотря на свой актёрский талант, после Яралаша Юлия не стала продолжать съёмки и исчезла с экранов. Пухлая девочка превратилась в стройную, красивую девушку. Юлия выросла и похудела. Девушка закончила Государственный институт телевидения и радиовещания. Уж не знаю, на кого она училась, но, судя по профилю в социальных сетях, она стала талантливой художницей. У неё есть молодой человек и, по неподтверждённой информации, ребёнок Сергей Шелгунов. Сергей снялся всего в трёх эпизодах Яралаша, но и этого хватило, чтобы его характерные внешности и артистизм надолго запомнились зрителям. К сожалению, с актёрской карьерой у него не сложилось. После Яралаша актёр снялся ещё в трёх фильмах, последний из которых «Пять похищенных монахов 1991 года» и больше не появлялся на экранах. Неизвестно, чем сегодня занимается бывшая звезда киножурнала, Сергей не появляется на телевидении и не зарегистрирован в социальных сетях, и даже в интернете нет никакой информации про него. Быть может, кто-то из вас, ребята, знает что-то? Пишите об этом в комментариях, нам будет очень интересно. Сергею Шелгунову на сегодняшний день 53 года. Полина Ратищева. Приняв участие в пяти сериях киножурнала, девушка осознала, что искусство актёра – это её судьба. Но, вопреки своему желанию, поступила в МГУ на факультет журналистики. Окончив университет, Полина твёрдо решила получить и актёрское образование. Она поступила в Московский государственный институт культуры и получила заветный диплом, после чего получила возможность пробовать себя на театральных подмостках, стала актрисой дубляжа и получила пост режиссёра программы «Галилео» на канале СТС. На сегодняшний день у Полины новый проект. Она является шефом-редактором женского портала «Севен Систерс», курируя раздел о материнстве, ведь она сама является матерью троих детей, а актриса замужем, и у неё всё прекрасно. Максим Пучков. Рыжеволосого мальчишку со смешными веснушками и обаятельной улыбкой зрители полюбили ещё после просмотра картины «Однажды 20 лет спустя». Максим с раннего детства постоянно находился на съёмочной площадке, так как папа работал оператором на киностудии имени Горького. За свою короткую жизнь Максим снялся в 15 картинах. Заметил его и Борис Грачевский, применивший талант юного актёра в «Яралаше» в сюжете «Вовка. Добрая душа», где он сыграл рыжеволосого парня, который помогал людям в возрасте переходить дорогу в опасных условиях гололедицы. Однако судьба распорядилась таким образом, что Пучкова не стала в возрасте 30 лет. Довольно длительное время перед уходом из жизни звезда киножурнала лечился от туберкулёза. Он очень похудел. Все старания специалистов оказались тщетными, потому что организм Максима не выдержал. Вера Иванко В «Яралаше» актриса Вера Иванко оказалась в 2002 году, когда ей было 9 лет. В миниатюре никого нет дома. Девочка делала большие успехи и мечтала стать знаменитой. Она занималась актёрским мастерством и после окончания школы поступила в Афгик. За свою жизнь актриса снялась в 16 картинах. Также она играла в театре на Таганке. Зрители отлично запомнили её по спектаклям «Бременские музыканты» и «Снежная королева». Её жизнь прервалась в 2013 году. В тот день Вера вышла из дома и пошла в направлении железнодорожной станции. Иванко торопилась, поскольку в тот день в институте была важная репетиция. При переходе между двумя путями её сбил поезд. Кто-то говорил о том, что гибель – это осознанный шаг веры. Однако друзья и родственники опровергают эту информацию, говоря о том, что девушка всегда была жизнелюбивой и весёлой. Ей было всего 20 лет. Николай Румянцев. Николая Румянцева многие из вас помнят по эпизоду «Чудные мгновения», в котором школьник категорически не хотел помогать бабушке по дому из-за того, что приятели позвали его играть в хоккей. Фразу персонажа Румянцева «Посуду Гоголь помоет, а Лев Толстой пропылесосит» стала крылатой. У него было ещё много ролей в Яралаше. Юный актёр снимался вплоть до ухода в армию. Также в его фильмографии было несколько фильмов. После службы с кино пришлось завязать. Бывший актёр трудился сварщиком, слесарем, также работал в компании, занимавшейся продажей сантехники. Один из самых популярных участников Яралаша советской эпохи скончался в возрасте 54 лет. Произошло это 8 ноября 2018 года в Москве. Причина смерти точно неизвестна. Родственники пожелали не распространяться на эту тему. Алексей Фомкин. Актёр Алексей Фомкин оказался в Яралаше совершенно случайно, так как на стол руководителя киножурнала попала его фотография после кастинга к фильму «Чучело», где актёр провалил кинопробы. Киножурнал стал для Алексея стартовой площадкой, после чего его пригласили в фильм «Гости из будущего». Фомкину предрекали огромный успех. Все девочки на съёмках были от него без ума. В Яралаше он снимался на протяжении трёх лет, где он появился в шести выпусках. Алексея не стало 24 февраля 1996 года. Накануне трагедии друзья позвали молодого человека отметить День Советской Армии. Во время празднования квартира, в которой находились мужчины, загорелась. Спастись удалось всем, кроме Фомкина. Во время пожара он спал. Актёру было всего 26 лет. Антон Наркевич. Антон Наркевич прославился прежде всего в фильме 1977 года «Усатый нянь», где он сыграл мальчика в космической лаборатории. На его счету есть также ещё один фильм, если верить, Лопатухину, и несколько ролей в журнале Яралаш. А именно история с Карлсоном в пионерском лагере о любителе живого уголка и дай списать. В ноябре 2016 года Антон потерял мать. Спустя две недели после её смерти бывший актёр позвонил своей давней знакомой и попросил приехать, пожаловавшись на плохое самочувствие. Женщина вызывала для него врачей, но медики не смогли спасти Наркевича. И тот скончался от сердечной недостаточности в возрасте 49 лет. Всем актёрам светлая память. Мы вас помним и любим. И на сегодня у нас всё, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи!